Ребята, всем огромный привет! С вами Светлана и Екатерина. Сегодня предстоит нам очень сложное дело. Катя будет моей главной помощницей. Вы знаете, я тот человек, который, в отличие от очень многих книжников, книголюбов, которые обожают переставлять книги на своих полках, туда-сюда-обратно, да, и все это очень приятно, развлекательно, замечательно в очередной раз, подержать все свои книжечки в руках. Подержать книжечки в руках – это про меня. Я люблю, я люблю по своим полочкам пробежаться, пальчиками достать, что-нибудь полистать. Но когда речь заходит о таком деле, а давай-ка мы приведем в порядок наши полочки, что-нибудь переставим, поменяем местами, сделаем все это более красиво, более эстетично, протрем пыль на полочках. Для меня это просто мама дорогая. Я с ужасом всегда думаю о том, что надо привести в порядок свои книжные полки. Вы знаете, боже мой, вы знаете все абсолютно, ну, кто, конечно же, смотрел до этого наш канал, что у меня рядом с книжными стеллажами есть стопки книг, которые уже все, не только я, но уже и все наши зрители называют книжный склад. Это действительно склад. Эти полки, стопки это, не полки, эти стопки, они практически с меня ростом. Одна из них точно, ну, Кать, мне кажется, до виска где-то вот эта стопочка самая высокая тебе доходит. И я сегодня, вернее, я это решение приняла еще в апреле, что мне надо с этими стопками разобраться. Многое из этих книг уже потеряло свою актуальность. И я даже думаю, вот то, та рубрика, наверное, моих видео, читаю 100 страниц и бросаю, эти книги даже туда не попадут, потому что мне, в принципе, уже не хочется их читать, мне не хочется их брать в руки. Я книжный шопоголик, если кто-то еще не знал. И многие книги я покупаю по принципу, а мне захотелось, а мне это надо. Это я сейчас, я прям, она придет, эта книга ко мне, я прям тут же ее прочитаю, прям вот тут же. И, конечно же, никогда эта книга, очень часто, не всегда, конечно же, но очень часто остается даже не открытой. Есть у меня такие книги. Я думаю, что сегодня я все это почищу и как-то эти стопочки разгружу. Пришло время. Я, в принципе, думаю о том, что надо очередной раз, в очередной раз провести ревизию на всех своих книжных полках. Многое забито уже под завязку и, опять-таки, во мне два каких-то парадокса, абсолютные противоположности сочетаются. С одной стороны, я книжный шопоголик, я просто грибу эти книги как ненормальные, как не в себя. Я даже не знаю, как себя в этом плане назвать. С другой стороны, мне очень бы хотелось, ребята, вдумайтесь сейчас и посмейтесь вместе со мной. Мне очень бы хотелось книжного минимализма на моих полках держать на полках только самое-самое дорогое, самое-самое любимое. Именно то, что я буду перечитывать потом неоднократно, а вот все остальное, оно мне как бы не надо. И вот эти два, эти как это, на правом плече, на левом плече, ангел и демон, они сидят у меня в голове и постоянно с друг другом переговариваются и спорят о том, что же на самом деле мне надо. Но давайте уже переходить наконец-то после долгого введения, как всегда, к моим книжным стопкам. Здесь очень много книг, вот прям реально уже очень много книг. И там стоят сейчас, если раньше, сама идея того, что я оставлю книги возле стены, заключалась в том, что я туда отправляю только непрочитанные книги, и потом я их постепенно читаю, да, вот там либо 100 страниц, либо она у меня читается полностью, либо я там читаю 100 страниц, откладываю ее до лучших времен, либо просто избавляюсь от книги, потому что знаю, что больше к ней не вернусь. И мне казалось это удобным. Это и было удобно ровно до тех пор, пока я на этот принцип не забила. И плюс еще вот самая такая вот заковырка заключается в том, что многие книги, которые я хотела бы прочитать сейчас, они лежат внизу. То есть она лежит там внизу, где-то вторая снизу или третья снизу, а сверху на дне еще 80 книг. Естественно, я ее не достану. Боже, упаси меня пробовать это делать. В общем, сегодня мы все это будем разбирать, смотреть и думать, что же с этими книгами делать. От самого пола и практически с рост Екатерины Евгеньевны. Вот, 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 вот. И вот, видите, только тут все заканчивается. Это, конечно, наверное, немножечко кошмары, ужас уже. Но ничего, как-то я с этим справлялась. Сейчас вообще приведем все в порядок. Здесь все. Понимаете, здесь есть абсолютно все. Здесь есть семейные саги, здесь есть франзен, здесь есть новинки, здесь есть старинки, здесь есть фантастика, фэнтези. Детская литература, кулинарные книги. Просто, ребята, все, что угодно, здесь оно есть. В двух словах давайте обозначим, по какому принципу я хочу эти книги сейчас разложить. Я буду их делить на три стопки. Первая стопка – это книги, которые потеряли для меня актуальность. И я понимаю, что я ее в руки... Мне кажется, некоторые книги потеряли актуальность в момент покупки. Да, это так и есть. Не в момент покупки, а вот когда покупка была совершена, вот тогда книга потеряла актуальность. Здесь есть, даже вот просто я кидаю взгляд в ту сторону, и я вижу уже такие книги, которые я точно читать не буду. Они просто лежат мертвым грузом. Вторая стопка – это будут непрочитанные книги, но в которых я до сих пор заинтересована и обязательно свой нос в них. Ну, на данный момент времени, конечно же, суну. И третья стопка – это прочитанные книги. Либо когда-то давно, либо я ее прочитала и положила туда же, в эти стопки, в этот свой книжный склад – это прочитанные книги, которым мне надо найти место на своих книжных полках. Но мы в этом году, я думаю, даже за лето еще не раз вернемся к моим книжным полкам, потому что все это дело и стеллаж, который вы видите в видео, и вот эти полки, мои книжные стеллажи икеевские, которые стоят тоже с левой стороны. Я это все буду разбирать, буду все шерстить и думать о том… Буду приходить к книжному минимализму, которого так хочет одна половина моего мозга. Таким образом, мы сейчас с Катей все это разделим на три части, и я надеюсь, мне станет легче дышать. Просто этот книжный склад, он меня уже немножечко душит. Нервирует. Так как здесь все вперемешку, то и показывать, и разбирать я это буду все вперемешку. Серия Питера Акройда, она однозначно будет мною прочитана. Я надеюсь, что в этом году все-таки, как я и планировала. Первый том «Основание» я, ребят, наконец-то завершила. И в ближайшее время, ну, надеюсь, что в мае приступлю ко второму тому. Второй том «Камши. От войны до войны». Очень мне нравится «Отблеск Этерны». Вы об этом все знаете. Я тот человек, кому понравился даже сериал. И более того, скажу, Катя со мной его тоже смотрела. И не могу сказать, что она осталась разочарована. «Римский сад» у меня идет однозначно в стопочку. Буду читать. Меня очень заинтриговала аннотация. О главной героине, которая переезжает в новое место. У них счастливая семья. А потом оказывается, что в этом семейном комплексе, где все такие милые и безупречные, что-то явно не так. Дальше Стивен Чборски. Ребята, воображаемый друг. Эту книгу прочитала Катя. Мы с ней ее читали вместе. И мне очень-очень понравилось начало. Но что-то я где-то тормознула. Покажи, там есть закладка? Да, на середине я тормознула. Лисе там, по-моему, заложила. Да, да, да. И дальше пока не двинулась. Хотя вот по отзыву Кати я понимаю, что эта книга должна мне нравиться до самого финала. Она очень сильно похожа на Стивена Кинга. Стивена Кинга, Света, что это? Ага. Король на краю Света. Ничего не знаю об этой книге. В покупках недавно вы видели ее. Взяла только потому, что переводчик Наталья Осаяну. Ну и Странные звери Китая. Это книга, которая мне очень сильно по аннотации, по каким-то моментам напоминает магазинчик ужасов. Хотя я понимаю, что это разные вообще произведения. И совершенно, наверное, не похожие друг на друга. Джо Абер Кромби, его «Пол короля» с огромнейшим удовольствием. Я читала цикл «Море осколков». Там, по-моему, три тома. Я в восторге была в момент чтения. Я захлебывалась, когда читала. Это настоящая подростковая темная фэнтези. Я очень хочу, чтобы Катя познакомилась именно с «Морем осколков». Перекрестки Франзена, конечно же. Без комментариев. Конечно же, я буду их читать. И очень надеюсь, что у меня с ними сложится гораздо лучше, чем с безгрешностью. Она лежит чуть ниже. Вернемся к ней позже, да? «Сказки Старой Руси», второй томик. Тоже пока идет в буду читать обязательно и знакомиться. Актуальности еще ничего не потеряла. Элизабет Страут, я вам говорила, когда показывала эти книги, что очень хочу познакомиться с этой писательницей, потому что у меня идет четкая ассоциация с творчеством Джонатана Коу, с творчеством Руссо. Не в плане того даже, что именно произведения будут похожи или темы, а в плане того, как я буду воспринимать ее романы. Мне кажется, что и герои, и сюжеты, они у меня будут четко вызывать те же эмоции, что и творчество Коу и Руссо. «Затонувшая земля» поднимается вновь, конечно же, отправляется в буду читать. Книжечка приобретена совсем недавно. Но тут, в принципе, сверху стоит то, что я недавно купила. Это у нас дела семейные. Я себе заменила старую книгу из издания. Блин, я даже не помню, когда она первый раз издавалась. Но я не могу его читать, потому что от него вот этот книжный запах старый. Я себе заменила на новую. Не знаю, вот тоже мне почему-то какая-то квота доверия к Мистри. Я целых два его романа купила. Вот, Кать, возьми сразу сверху еще один его роман. Да, «Дела семейные» и «Хрупкая равновесие». Мне кажется, мне понравится и «Ранит меня» и одно, и другое. Так, но мы, наверное, камеру не будем ниже опускать. Не будем, я все покажу. «Фигуры Светы» Сара Мосс у нас. Это тоже новинка. Книга вышла буквально месяца два назад. И заинтриговала меня аннотация. Здесь у нас девушка, которая будет пытаться жить той жизнью, которой ей хочется, и выползти из-под гнета своей матери. Дальше у меня идет детство. Ее я уже начала читать. Я прочитала, мне кажется, страниц 100. И книгу я обязательно буду дочитывать. Но, возможно, чуть-чуть попозже, потому что она не попала мне в настроение. И дальше та самая «Безгрешность Франзена». Ребята, я не знаю. Эта книга для меня, она похожа на запертую комнату, в которой очень затхлый воздух. И мне эта книга буквально не дает дышать. Она меня запирает в этой комнате, лишает меня каких-то любых эмоций. Кроме тех эмоций, которые испытывает наша главная героиня. Я прям чувствую, как мне не хватает воздуха. Я не могу вдохнуть от нее. Очень какое-то странное впечатление именно от «Безгрешности» у меня Франзена. Но написано определенно талантливой. Не могу даже спорить с этим. «Монстролог» тоже обязательно буду дочитывать. Я начала читать первый роман. Мы, кстати, с Катей обе начали читать первый роман. И у меня, и у Кати от него впечатление, что это очень похоже на Эдгар По, наверное. Конечно же, не с самими там мотивами творчества, а какой-то атмосферой, обволакивающей темной атмосферой. С огромнейшим удовольствием. Я когда-нибудь обязательно, ребята, буду перечитывать Роберта Маккауэна. Его цикл о Мэтью Корбетте. Это первая книга «Зов ночной птицы». Здесь у меня где-то в этих стопках есть и продолжение тоже. Хотя, возможно, продолжение. У меня, знаете, некоторые книги очень странно. Одни оказываются вот здесь, да, вот тут. А другие какие-то книги, там, вторая, третья, она может пойти, то, что я читала именно, оно может оказаться уже на своем месте, на книжной полочке. Она здесь, я ее вижу. Ой, радуга тяготенья, которую я очень хочу прочитать. Очень хочу. И я планировала, анонсировали ее, по-моему, в конце прошлого года, да, что будет переиздание у Пинчана. Я думала, что я возьму читать ее сразу. Ну, вы сейчас прекрасно понимаете, что вообще не время для такого романа. И так-то это тяжелое достаточно чтение в плане восприятия, и, мне кажется, даже в эмоциональном плане тоже. А сейчас, не знаю. Я, в принципе, очень боюсь, что я с творчеством Пинчана не сойдусь, что я что-то не пойму или пойму неправильно. Я почему-то, вот у меня нет такого практически никакой книги, ни к какому автору. Только к Пинчану я испытываю подобные эмоции, что я окажусь недостаточно умна для него. Эта книга под большим вопросом. Это история Испании. Она меня заинтересовала тем, что она написана Артуром Перес-Реверте. Катя у него читала несколько романов. И, по-моему, тебе очень нравится у него... Блин, а как он назывался? Там еще... Фламандская доска. Фламандская доска, да, экранизация есть. Я не знаю, насколько актуальна для меня книга об истории Испании. Я, когда ее покупала, я знала, что эта книга для меня не особо-то актуальна. А уж сейчас, не знаю, когда прошло время, я ее сразу не прочитала. Так, а что это у нас? Екатерина Евгеньевна. Я даже понятия не имею об авторе. Я знаю только название его романов. У меня он не один его роман. Причем, ребят, вот честно, серьезно, я сейчас смотрю и понятия не имею вообще, зачем мне эта книга. Многострадальная сага о Бельфлёрах наконец-то откопалась из моих книжных стопок. Я ее хотела читать в начале весны. Но завалила ее кучей книг сверху. Естественно, доставать – это уже огромные проблемы, это сложности. Но мне очень нравится Оудс. В комментариях мне кто-то написал, что «Ой, не тратьте время, не читайте сагу о Бельфлёрах». Это какая-то там ерунда или еще что-то. Не помню, как точно было сформулировано в комментарии. Но, в общем, мне не советовали. Я у Оудс прочитала два романа. Это «Блондинка» и «Исповедь моего сердца». Я от обоих осталась в восторге. Поэтому не могу пройти. Ой, Кать, твой носик было видно. Не могу пройти. Простите, ребят, не могу пройти мимо романа Оудс. «Дикие лебеди» тоже. Это книга из тех, которую я начинала читать еще в первом, в предыдущем издании. Но тогда, у меня был период, я много читала литературы о китайской революции, именно и нонфика, и художественной литературы. И это уже было сверху слишком для меня. То есть я ее много читала, но роман, я помню, он очень хороший, он очень хорошо написан. И поэтому я когда-то думала к нему вернуться. «Ворчание из могилы» — это у нас записки, заметки Роберта Хайнлайна. И для меня это автор очень подростковый в плане, не то, что он пишет для подростков, а для меня. Я его читала в подростковом возрасте, очень его любила. К его творчеству у меня нет желания возвращаться, но вот почитать что-то о нем, от него, какие-то там, может быть, биографические заметки, да. И, в принципе, я бы с удовольствием прочла его биографию, какую-нибудь более такую подробную и углубленную. Ну вот «Ворчание из могилы» пока лежит, ждет своего часа. Это у нас состоятельная женщина. Это у нас история женщины от ее там юного возраста, когда она была еще, знаете, бедная и несчастная, никто ее не любил, сиротка. И потом она уже стала одной из богатейших женщин, которая может править миром, всеми вертеть, крутить в разные стороны. Это очень, мне кажется, стандартная такая, не в плане стандартная литература, что она написана стандартно, в плане того, что... Типичная семейная история. Это очень много подобных историй, да. Историй становления. Я это люблю, вы знаете. Донна Тарт, конечно же, останется. Это ее тайная история, которую я очень хочу прочитать. И, в принципе, Катя тоже к ней испытывает достаточный интерес. Это тайная история. Как-то читала книга, называлась. Вот все говорили, что это вот с Донны Тарт с тайной историей прям. Что-то там, либо мы все были злодеями. Вот как-то так. А, что-то про злодеев, да. В общем, Донна Тарт мне нравится. Неожиданно детская книга. Детская книга, Молли Мун. Я очень довольна, что Молли Мун переиздают, потому что это совершенно просто прекрасные детские книжки. Мне они очень и очень нравятся. И первый раз, когда издавали этот цикл, его до конца так и не издали. Я надеюсь, что Попкорн, по-моему, это издает Попкорн, да. Что для меня немножечко было странно. Необычно, что это именно Попкорновское издание. Я надеюсь, что... Ну, это, кладем в стопочку, читала. Читала. Я надеюсь, что в этот раз цикл до конца переиздадут. Следующая книга. Вот опять-таки ситуация, даже две книги, ребят. Ситуация, когда я не могу вспомнить, что меня зацепило, что меня заинтриговало, почему я... Ой, какая красивая картинка. Наверное, она и зацепила. Почему я эти книги захотела? Вот в моей голове не щелкает абсолютно ничего, абсолютнейший ноль. Следующий у меня идет, это Губернатор. Это уже третья книга или вторая в Шехштейн, цикла его. Слушайте, я забыла какая-то по счету. Вторая. А Тень, Тень, мне кажется, я себе до сих пор не купила. Ровно потому, что до сих пор не читала вторую книжку. Хотя вышла она уже давненько. Мне первая понравилась, но, знаете, наверное, не настолько, что я до сих пор не прочитала цикл. Ой, слушайте, Евгенидис. Евгенидис совершенно замечательный для меня писатель. Я обожаю его, вы знаете, «Девственницы, самоубийцы». Это у нас, насколько я помню, сборник рассказов. Его я читать буду. Но Евгенидис, он для меня, знаете, автор очень порциональный, очень дозированный. Я не могу читать его много. Даже когда я читала, и порою очень грустный его роман, прекрасный, чудесный, и герои, и сюжет, я его читала очень медленно. Не потому, что он плохой, и мне неинтересно, а потому, что вот у меня как-то вот не получается читать его больше. Три томика Умберто Эка, великолепные, потрясающие. Обожаю эссе Умберто Эка, обожаю его размышления, особенно если это размышления о жизни, особенно если это размышления какие-то бытовые. Он совершенно чудесный. Не знаю, с этим человеком, я вот именно с его книгами, со страницами, которые им написаны, я готова проводить часы, дни, недели, и он мне никогда не надоест. Мы как-то с ним сходимся и по юмору, и по сарказму, и по ворчливости, наверное, в каких-то моментах, потому что многие Умберто Эка зовут брюзгой. Я люблю побрюзжать на те же самые темы, на которые брюзжит Умберто Эка, ребята. Съедобная история человечества. Это из раздела, знаете, вот эти вот книги, там вот у меня будет много такого нонфика. Мне жутко интересно просто, жутко интересно, что там написано. Я прям читать буду, как только эта книга ко мне придет. Вот мне кажется, этой книге год точно она у меня лежит, а может и больше. Но в 20-м она вышла. Значит, она лежит уже больше, чем год. Малышка, хватит драть диван. Я думаю, что я ее никогда не прочитаю. Я даже не думаю, я в этом уверена на 100%, как и следующие две книги. Меня очень, очень в свое время как-то заинтересовала литература, связанная с парфюмами, с ароматами, вот со всем этим. Потому что мне очень нравится, в принципе, парфюмерия, и мне интересна эта тема. И свет меня заразила. И я планировала, что я себе накуплю тоже дофигища все про парфюмерию. Они еще, книжки такие красивые все, симпатичные. Как они стильно будут стоять на моих полках. И знаете, нет, они не будут стильно стоять на моих полках. Это не актуально. Я по-прежнему люблю парфюм. Мне очень нравятся вот ароматы, ноты, вот это все. Мне очень нравится ходить, пробовать. Но я не буду читать книги. Русалка Миссис Хэнкок. И Миссис Хэнкок. А, и Миссис Хэнкок. А я думала, русалка, которая принадлежит Миссис Хэнкок. Я не помню вообще ничего об этой книге. Это дебют. Спасибо, Катя. Это мне прям, это помогло мне. Я думаю, я в конце еще вам покажу вот книжки, которые у меня под сомнением. И, возможно, вы посоветуете мне что-то оставить и попробовать. Это у нас Крис... Ой, открыточка выпала. Крис Вудинг. Пламенный клинок у Вудинга. Знаете, я очень много лет ждала перевода его. Конечно, я не помню, как сейчас называется этот цикл. Он выходил, там что-то типа книга фэнтези, книга бестселлер. Вот книга-загадка. Книга-загадка. Как-то так называлась эта серия. Ее уже, по-моему, давно не существует. Я ждала миллион лет, когда же переведут этот цикл. И была очень разочарована. Мне он не понравился. Но пламенный клинок, это у нас, насколько я помню, подростковая фэнтези. И я хочу дать Вудингу еще один шанс. Я хочу попробовать. И все-таки, возможно, у нас с ним что-то сойдется. Английский дом, интимная история. Я думаю, вы помните, что лет пять, да, наверное, не пять, а уже лет семь назад, когда эта книга выходила впервые, был какой-то бум на нее. Ее все покупали про нее, все рассказывали. И меня она заинтересовала только пару лет назад. И то заинтересовалась я этой книгой через другую книгу автора. У нее что-то выходило по детективам. И я подумала, ну, давай ты сначала возьмешь вот ее громкую работу про английский дом, и только потом про детективы английские же. До сих пор лежит нечитанная. И чувствую я, что надо было брать детективы сначала. Очень многие нахваливали Юна Фоссе. Его септологию я заглядывала в эту книгу. И, честно говоря, написана она очень сложно, мне кажется. Во всяком случае, мне именно кажется, что воспринимать этот текст, мне придется его, несколько, знаете, перечитывать абзацы по нескольку раз, чтобы понять именно точно, что хотел сказать автор. Ну, если у нас убрать вторую книжечку, которая лежит, то вот «До леди полночь» — это прям все, что должно стоять на книжных полках. Это все прочитано. Теду Ильямс — непонятная заглушка, я бы сказала, между двумя циклами его. Между троном из костей драконов и вот этим светлым ардом, продолжением, что он писал, он вот вставил такое небольшое произведение «Сердце того, что было утеряно». Это второе издание я себе взяла, у меня было первое. Очень хочу познакомиться я, ребят, с Маковым морем. У меня там есть и вторая книга. Вот как третья выйдет, «Фантом» в этом году обещали третью книгу, я уже эту трилогию, думаю, буду читать целиком произведением. Вот, Катя, можешь все снять, прям, знаете, вот вместе с «Лордом теней». Это все должно быть на полках прочитано. Ну, это то, что Света читала. Сказки, да. Это все к моим книгам на полке, потому что от «Блейлока» я не избавлюсь никогда и ни за что. Я обожаю. «Леди полночь» и «Лорд теней» тоже должны отправиться на те самые мои полки. Мне кажется, от «Кассандры Клэр» я... Но «Кассандра Клэр» не лезет уже. Не лезет, да. Она не лезет на полку, где стоит. Мне почему-то кажется, что я никогда не смогу сказать «Ой, Кассандра Клэр, до свидания». Марта Уэллс «Облачные дороги» должна лежать там, где уже все прочитано. «Семейная хроника обшипов» — это вот та самая серия, семейный роман текста, который меня очень интригует. Единственное, что мне не нравится, ребята, это оформление. Какие-то у меня ассоциации. Вот у меня идет ассоциация, что это такая, знаете, литература, которую читать не обязательно. Вот что-то там лежит где-то, лучше не читать. А книги-то хорошие, книги-то замечательные. Драгоценный Робертсон Дэвис. Очень хочу, чтобы он мне понравился. Вот автору почему-то я готова давать многократные шансы. Карл Саган, его контакт мне на Новый год дарила Яна. И я очень хочу с этим произведением познакомиться. Кать, давай вот «Сады луны», «Малозанскую книгу павших», «Глена Кука». Вот видите, вот все, что уже прочитано, все, что должно быть на полках, оно просто стоит в каком-то бардаке у меня здесь. Мне это очень сильно не нравится. Про «Ментора черного паука» я вам рассказывала. Я прочитала первый томик. Скорее всего, я там оставила свою закладку, потому что я очень долго ее искала. Я хотела ей воспользоваться, но я не могла ее найти. Вот сейчас я поняла, что она там. Я обязательно расскажу про «Ромфанд», который прочитала в последнее время в каком-нибудь отдельном видео. Не знаю только, когда это будет. Ранее известная как «Америка». Это у нас антиутопия, постапокалипсис, катастрофа и вот что-то такое. Про Америку, которая развалилась на много разных штатов. На много маленьких Америк. На много маленьких Америк, да. «Монструм», «Полин и граф». Катя читала и ей книга не понравилась. Катя, давай, наверное, я... Просто ты мне столько про нее рассказала. Давай пока... Что я и так все знаю. Да, пока в какую-нибудь отложим ее другую сторону. Ой, там у меня целая вот чуть пониже. Вообще просто миллион книг. Ой, Катя, ты прям их уронила сильно низко. Покажи нам их повыше. Роберта Салюаторе. Я вот очень люблю творчество его. Очень люблю про темного эльфа. Единственное, что мне кажется, ребят, ну он сильно увлекся этим своим миром, из которого вот автор не хочет уходить из этого мира. Он не хочет оставлять этого героя. Я в свое время прочитала книг «Тринадцать». «Тринадцать четыре». Какие могут быть вопросы? Естественно. Человеку плохо стало. Про книги фантастики, издательство «Фантастика» такое спрашивать нельзя. Это Чикита история, вот буду ее в ближайшее время читать, история, основанная на реальных событиях, на реальной личности. Это лилипутка, которая приехала и стала работать в Кабаре и известной звездой. «Мастер осенних листьев». Я помню, как я покупала эту книгу, как меня очаровала аннотация. Я думала, боже мой, плед какао, и я такая, и эта книга. И мы вместе уютные, такие сидим. Просто невероятно, что со мной случится. В итоге, вы видите, до сих пор она лежит в непрочитанном. Но ее я читать обязательно буду. Вот следующую книгу я не знаю. Что-то тут у нас по бестиарию, по монстрологии. И вроде мне интересно. И вроде, знаете, как-то что-то меня смущает сейчас, в данный момент. Кстати, не обращайте внимания на стену. Там вообще странное с ней будет происходить, с этой стеной. И вот следующие три книги, это тоже уже... Я заберу. Ты заберешь? Я заберу. Это детские книги. Ну, покажи нам тогда хотя бы, что ты забираешь-то. Это детские, получается, книги. Не знаю, можно это назвать ретеллингами или нет. Зеркало королевы, королева и ведьма. Тут у нас про Урсулу. Что там, про кого у нас еще есть? Про Урсулу, про Аврору и про Белоснежку. Сказки на новый лад, если так вот. Вернее, это про Русалочку, а то и мы так про Урсулу. А это про Урсулу. Ну, может, это про злодейку книжка. Я и хочу их оставить, не знаю, мне почему-то... Я у тебя на них давно смотрю и все ждала, когда ты про них расскажешь. Книга, которая меня невероятно заинтриговала аннотацией, это «Ведуньки из Житковой» или «Из Житковой», я не знаю. Здесь у нас главная героиня ищет корни, можно так сказать, семейные, приезжает в небольшую деревеньку и много интересного про себя узнает. Приезжает прям реально в глушь какую-то. «Лотос» — это... «Красный лотос» — это у нас фэнтези с японскими мотивами от польского автора. Я, когда это произношу, мне кажется, что я говорю что-то странное. Мне кажется, что это, в принципе, что-то странное. По ошибке сюда попал. Да, «Камю» лежит уже давно прочитанный, вот просто здесь лежит. Очень мною любимый Хархан Памук, его последний роман, «Новенький, чумные ночи». Просто обожаю его книги, мне очень нравится, как он пишет. И мне очень нравится тот Стамбул, о котором он пишет. «Фамильный узел» — это семейная история. Здесь у нас главные герои будут выяснять, муж и жена будут выяснять отношения с друг с другом, естественно. Вот еще одна книга. Мне первая часть... Ребят, я провалилась в нее в январе, я не могла оторваться. Я ее прочитала с запоем, читала я ее в электронке даже, по-моему. У меня не было еще на руках Томика. Вторая часть, я думала, да, да, вот она вышла, я ее тут же схвачу, буду читать. Тем более здесь тоже обещают два романа в одном романе. И пока не схватила. Очень яркая обложка. Фрида совершенно прекрасна. «Все цвета любви». Это художественная биография Фриды Кала. Мне кажется, это была пиар-рассылка. И здесь, да, если все вот внутри лежит, это была пиар-рассылка. Мне очень нравится обложка. Меня она очень интригует. Мне это... Я так понимаю, это история какая-то ритейлинг красной шапочки, что ли, или что-то подобное? Да, ритейлинг красной шапочки. Ритейлинги меня привлекают. Возможно, если это ритейлинг, то я все-таки дам книге шанс. Так, дальше, что это? А, «Кулачные бои». Это те самые Диккенсовские интонации. Интонации, или какие-то эмоции, или еще что-то. Интонации. Интонации, да? Я очень долго не могла, когда мы по кубке писали, вы говорите Диккенсовские. У меня получалось совершенно другое слово. Дальше идет «Башня из грязи и веток». И знаете, что меня заинтриговало недавно и вызвало во мне желание к этой книге обратиться? Это сборник у нас там повести, рассказа, что-то такое. То есть не роман. Нам в комментариях кто-то написал, что если бы Катя раскрасила эту башню в фиолетовый и розовый цвет, как она хотела, то это больше бы соответствовало духу произведения вот этому. Я не видела этот комментарий. Если бы она была не черной. Так. Это прочитано. Еще один, да, Роберт Маккамон, «Королева бедлама», второй роман именно о Мэтью Корбете. Дальше у меня идет Джим Батчер, который прочитан тоже давно. В смысле не в этом издании прочитан, а в принципе Джим Батчер у меня давно прочитан, да. Но лежит так вот грустненько, тихонечко. Ага, семейная сага. История, которая меня заинтриговала тем, что она там в каком-то трактире происходит, что там главная героиня такая вся импозантная, интересная. И вот, ух, карусель Пилчер. У меня в принципе Пилчер, я несколько раз пыталась читать ее романы, вот там где-то в канун Рождества лежит дальше. Она мне не идет. Не актуальна? Не актуальна. Она не то, что не идет. Я ее читаю, и у меня ноль каких-либо эмоций. Хотя вроде как по аннотациям ее книги мне должны заходить. Вот в канун Рождества она тоже не актуальна уже. Ее тоже можно будет. Опустились мы чуть-чуть пониже, ребята. Дальше идет огромный нёг, который меня интригует неизвестно с какого года. Мне кажется, году в 2019 вообще он выходил. Ну, давненько. Это опять-таки в 18-м. Вот, это семейная сага, которую обязательно буду читать. Дальше у меня идет вторая часть Байет. Она должна находиться совершенно не здесь. Она должна... Вот Байет, это та писательница, которая 100% останется на моих полках. Я ее... Я невероятно люблю. Ее романы, они чарующие, атмосферные, изящные, изумительные. И все творчество Байет, оно глубоко, где-то вот всегда во мне остается. Доната Каризи «Я бездна». Мне кажется, он не прочитан у тебя и у меня из-за того, где он стоит. Да, он очень далеко уже вниз ушел. И Катя обычно Каризи всегда хватает и читает первое. Но вот у тебя теперь есть шанс, Кать. Вот оно счастье. Здесь у нас, получается, главный герой. Небольшая, тоже такая деревенька. Мне кажется, у меня уже немножко голос начал садиться. Что такое? Светлана Валерьевна, ты потеряла свой навык говорения. Деревенька и в эту деревеньку приносят новшество. Вот там все, все время, знаете, одинаковое. Ничего не происходит. Все в статичном. И приносят в эту деревеньку новшество, электричество. Должны закрутиться какие-то интересные события. Книга, которую я очень хочу прочитать. Это «Луна и солнце». Есть экранизация. И здесь у нас о Людовике XIV. Господи, я забыла номер Людовика, про которого эта книга. Следующая странная книжка. Я ее пыталась читать. Это «Ромфанд». Там нету закладочки. Я обычно вот в книгах у меня закладки всегда остаются. Я начала ее читать. Мне кажется, ну, страницу 80 я прочла. Главную героиню зовут Леди. Это ее имя. Леди ее имя. Она бесила. Вы бы слышали, как меня бомбило в процессе чтения. Ну, во-первых, и к ней все время обращаются Леди. Леди, Леди. И это не Леди-Леди. Это, блин, имя главной героини. И мне все время казалось, что обращаются к собаке. Ну, Леди и Бродяга. Ну, да. И что наша главная героиня, это, знаете, вот эта побитая собачоночка. Актуально. Джин Вулф, пятая глава Цермера. Обязательно буду знакомиться. И уж тем более актуально и не здесь оно должно стоять. Это Брэндон Сандерсон «Ритм войны». Эта книга тоже не должна стоять здесь. Это Барояр. Он прочитан очень давно, еще в начале нулевых. И я очень люблю этот цикл. И, в принципе, творчество писательницы тоже очень и очень ценю. Дальше. Это подарок. Пока не остыл кофе. И я, насколько помню, все говорили, что есть еще экранизация. И что и книга, и экранизация очень и очень милые. Гарвардская площадь. Я у Асимана читала «Назови меня своим именем». И пока, наверное, больше ничего и не читала. Вторую я точно не читала. Но вот Гарвардская площадь, мне почему-то кажется по названию, что это университетский роман. Что там что-то должно происходить в университете. Именно по этой причине... Уже хорошо. Уже, значит, не совсем прогадала. Именно по этой причине я ее захотела прочитать. Я университетские романы люблю. И мне понравилось, как Асиман... Вот у него атмосферное «Назови меня своим именем». Очень классно именно в плане атмосферы написано. Неактуально. Потеряла свою актуальность в канун Рождества. Уже Рождество. Я ее, наверное, хотела читать в 20-м на Рождество. Это у нас «Любовь в холодном климате». Я про Митфорд узнала, когда читала книгу... Ну, вернее, я не тогда о ней узнала, но заинтересовало меня ее творчество именно тогда, когда я читала о сестрах Митфорд. Что там каждая сестра и каждая была просто вот какая-то невероятная, безумная личность интереса. В плане безумная, не безумная, а безумно интересная. А вот дальше «Безумно богатые азиаты», третья книга. И, к сожалению, что-то меня вообще не тянет читать азиатов. Две книги следующие. «Актуальность свою потеряли». Вот это ты меня шокировала. Вот это я тебя рассмешнила, да? Да. Дженни Колган, мне очень понравился книжный магазинчик «Счастье». Но вот сейчас меня не тянет ни «Шоколадную лавку» читать, ни «Счастливые сёстры Тосканы». Вот что-то как-то момент с литературой, вот этой вот милой, душевной какой-то за жизнь, он упущен. Это было куплено всё под впечатлениями от книжного магазинчика «Счастье». Дростковая антиутопия. Вот ноль информации в моей голове об этой антиутопии. Я думаю, что она актуальность свою уже давненько-то и потеряла. Потеряла актуальность «Единственный ребёнок». Я даже не помню, о чём приблизительно аннотация нам рассказывала. А вот следующая книга – это «Время, занятое жизнью». Это уже у нас «Урсула». Я хоть и не совсем схожусь с её творчеством, вот с «Волшебником земноморья» у нас никак не получается, хотя я много раз пыталась её полюбить, но именно как творческая личность она мне очень нравится. Это её эссе. Следующая книга, ребята, когда она появилась в новинках, когда я только там видела, как это называется, господи, когда я объявляю анонс этой книги, я думала, вот как интересно, как просто чудесно и замечательно. Писательница, она год жила по Библии, соблюдая все заповеди и написала потом о своём опыте книгу. Мне казалось вот тоже, что я её купила, тут же схватила и прочитала. Дальше ещё одна такая же книга. И я сейчас думаю, что этой книге вообще должна была быть заинтересована Екатерина Евгеньевна. Здесь у нас что-то с поэзией связанное вообще. Светлана Валерьевна и поэзия – это два края земли, которые никогда не встретятся. Так, ну, Бротигана я читать буду. Экспресс Токио Монтана. Здесь у нас, получается, рассказы. Очень много, кстати, рассказов. Они все маленькие. И у Бротигана меня интересовало чудище хаклайнов. Я уже рассказывала в прочитанном вам про него. И вот второй – это был Экспресс Токио Монтана. Эти два романа очень долго мне переиздавали. Вот прям очень долго. Это не роман, это сборник. Сборник. Ещё одна книга, которую я очень хочу прочитать. Вот прям просто. Каждой книге можно такую приписку делать. Это «Воронье гнездо». Очередная семейная история, а я такое очень и очень люблю. Вот «Изабель Альенде» для меня актуальности, конечно же, никогда не потеряет. Но я не уверена, что в ближайшее время я буду её книги читать. А вот «Эми Харман», её что-то там из пепла, из песка и пепла, скорее всего, с «Эми Харман» мы попрощаемся. Это «Ада и радости, страсти». Не знаю, Кать. Для меня Набоков мы уже с тобой обсуждали и говорили. Он как-то ушёл в прошлое. Будешь ли ты её в очередной раз перечитывать, читать и брать себе, это ты уже решай сама. Так, «Сэнд Мэн Слим», насколько я вижу название. Ничего во мне не аукается. Ноль. Всё, я поняла. Ноль эмоций. А вот «Застава на окраине империи» я помню. Покупала, потому что сравнивали с «Чёрным отрядом». Ну, с «Чёрным отрядом» любое тёмное фэнтези сравнивают. Я не знаю, насколько, кстати, это тёмное фэнтези. И дальше у меня идёт совершенно, мне кажется, незаслуженно, незабытый, а незаслуженно постоянно прячущийся в тени автор. Это Хэннон. У него очень классный эльфийский цикл. Я прям очень его люблю. И мне удивительно, что о нём на каждом углу не рассказывают. А это у него новый цикл. Его я ещё не читала. И вот у нас ещё одна «Эми Харман». Но вот эту книгу, этой книге, я шанс дам, потому что здесь у нас действие «Ирландия». А «Ирландия» — это вот, ребят, всё, что, всё, что, всё, всё, что, всё везде, нет, не так я говорю, везде, где написано «Ирландия», меня цепляет. Совершенно прекрасная должна быть книга, когда я её прочитаю. Возможно, я убеждусь в этом. А, я думала, что не так, где название? Это «Плотницкая котика». Я надеюсь, что когда-нибудь я всё-таки до неё доберусь. Вот много я слышала хорошего об этом цикле, потом «Окодина». Давно уже, по-моему, трилогия выпущена вся. У меня вот как первая, я прям умничка почему-то была. Первую книгу купила, остальные не покупала. Вообще не знаю, есть ли у этой книги шанс быть мною прочитанной. Надо подумать. «Конец лета» — «Деламото». И я этот «Конец лета» начинала читать. И очень какое-то сумбурное, скомканное повествование, которое совершенно неудобоваримо вкладывается в мою черепную коробку. И я думаю, что на этом я своё знакомство с «Деламотом»-то закончу. Хотя меня аннотация заинтриговала прям в своё время. Мне было интересно. «Сеятель ветра»… Ну, пусть останется. Пусть останется. Пусть ещё полежит. Пусть ещё полежит. Там что-то было про ангелов, по-моему, в фэнтези. Да, что Бог умер. Ещё один ромфант хотела сказать. Я его подсмотрела у Юли. Мы, когда были у неё в гостях в Курске, я начинала читать эту «Чёрную весну». И мне начало понравилось, что я приехала домой, вернулась и купила себе книжку. «Чёрная осень». Ой, «Чёрная осень». Я помню, что у автора во всём цикле вот там по временам года названы книги. А я люблю подобное. Вот, кстати, «Конец лета». Он же тоже «Деламот». Он называет свои книги цикла по временам года. Но до сих пор я к этой книге так и не обратилась. Пусть пока полежит, а там посмотрим. Давай, что ты там доставала? Ну ладно, пошли. «Охотники за пламенем» я купила после новости о том, что купили права на экранизацию, и по этому циклу будет сериал. Перед тем, как смотреть сериал или кино, надо всегда познакомиться с первоисточником. Так всегда думают книголюбы, но чаще всего так не делают. «Непрекаянные письма» – это сборник разных авторов, где они пишут всякие разные ужасники, и здесь у них главная тема – это письма. То есть все повествование рассказа, вертится или там в сюжете главная зацепка, да, это именно письма, переписка. Это должно стоять не здесь, это прочитано давно, это Джек Вэнс, это должно стоять на книжных полках. А вот и второй томик, там у нас было маковое поле, это дымная река, еще «Огненное что-то». А что «Огненное», я не помню, как третья книга называется. Вот блин. Ну ладно, ничего страшного. Если она здесь, то мы ее найдем. Ее нет еще, она еще на русском языке не вышла, поэтому можешь мне искать. Очень давно эта книга вместе со мной, и она потеряла актуальность даже еще в прошлый раз. Но я вот, мне было жалко ее почему-то. Про «Пираньи Неаполя» рассказывала вам Катя, она уже эту книгу читала. Мне очень понравился ее рассказ, и я искренне верю до сих пор, что я эту книгу прочитаю. Я из-за того, что Света ее не читает, не могу посмотреть фильм. Экранизацию. Мы, в принципе, заинтересовались этой книгой, когда узнали, что по ней экранизация есть. Но и мне трейлер понравился. Вот посередине, опять-таки, это две книги, это очередной «Нонфик», который меня очень заинтриговал. Подожди, это не «Нонфик». Это «Нонфик», это сага об «Угре», где главный, где не главный герой, где автор нам рассказывает об угрях через свою семью, свой интерес, как он возник у него, как вот это вот все происходило. Вот понимаешь? Потеряла актуальность. Понимаешь, какие у меня интересы, Катя? Вот кости. Мне казалось, я с таким захлебом прочту про кости. Какие они там, вот как написано, внутри и снаружи. Что там вообще? Куда? Зачем? Там еще и картинки. У меня часто такое с «Нонфиком». Ну, вы тоже про это знаете. Когда меня цепляет какая-то тема, я могу схватить, а потом вот побежала вперед паровоза. Я знаю. Это потому, что тут еда и коты. Нежная магия Тосканы. Конечно же. Венок. Я очень люблю, когда рассказывают о какой-то стране через еду. Это мне всегда очень нравится. Мне очень близко. Есть рецептики. Да, там есть рецепты. И в принципе, я люблю истории, которые вертятся вокруг кухни. Мы совершенно не в себе. Я помню, что меня заинтересовала этой книгой, потому что это должна быть семейная история какая-то. Да, история одной семьи. Вот. Поэтому я ее и купила. Я молодец. Я вспомнила почему. Я много хорошего слышала о Мадлен Миллер. И все еще верю в то, что однажды могу прочитать даже это. Это должно лежать в стопочке прочитано. Но оно там не лежит, потому что вот так произошло с этой книгой. Это у нас Жозе Сарамага. Воспоминания о монастыре. И у Сарамага у меня получается половина его творчества мне прям очень нравится. А вторая как-то не то, чтобы не нравится. Ну, не особо, да, я могу сказать, что я там вернусь к перечитыванию. Мне кажется, что воспоминания о монастыре, они окажутся из второй категории. Кеном Кизи меня заинтересовала Катя. Это сборник его рассказов. А она читала у него роман. И этот роман абсолютно мой роман, поэтому Кате он не понравился. Как он назывался, Кать? Это всегда самое... Когда хочешь быстро сказать, но из головы вылетело. Порой блажь великая. Порой блажь великая. Там просто все, что должно мне понравиться. И так всегда бывает. Если там все, что должно... Я хочу, чтобы Света прочитала вот это. Я ее прочитала первый раз, теперь мне надо эту книгу прочитать второй раз. Эту книгу можно читать двумя способами. Вот как она написана, листая страничкой вы читаете, а можно прочитать. Там автор дает прям инструкцию, какую главу за какой надо читать. «Колдовской мир» Андре Нортон. Второй раз при перечитывании мне больше понравилось, чем когда я читала Нортон впервые. Поэтому я все еще даю автору шанс и буду читать. Это все нужно. Это все просто... Без этого жить дальше невозможно. Это мурка. Чуть выше нам его, пожалуйста. Это мурка. Элрик. Ну вот я вам в последнем прочитанном, да, я рассказывала, я перечитала Хоукмуна, две книжечки. И очень хочу Элрика перечитать. Это было бы прям супер, если бы я смогла. «Музыка ночи» это очередной томик, который был куплен вот тогда же, когда непрекаянные письма. Это чтение на октябрь. Ребята, чтение под Хэллоуин, когда я буду просто во всех книгах, таких вот мистических, прям купаться. «Хрустальный грот», насколько я вижу, да, «Стеклодувы». «Хрустальный бубок» или «Стеклодувы». Почему «Хрустальный грот»? А, «Хрустальный грот» это другое. Это Мэри Стюарт. «Дафна Дюмарье». Вряд ли я буду читать «Дафну Дюмарье». И еще две книжки «Сарамага». Это его, получается, «Пещера» и «Двойник». Это то, что я именно не читала. У «Сарамага» я читала мало. Всего четыре романа. Это книга из прочитанных. Она должна давно лежать в прочитанном. Я, кстати, не помню, рассказывала я про нее вообще где-нибудь или нет. Эту книгу читала я, и у меня ее забрала Света. Здесь в Перу, и мне кажется, ей понравится больше, потому что это приключенческий роман. Джо Уолтон. Среди других, здесь у нас главная героиня, девочка, которая любит фэнтези-фантастику. И вроде как, здесь наконец-то автор упоминает не вот эти набившую от Оскомину «Я люблю Властелин колец» или «Я люблю Игру престолов и больше мою любовь к фэнтези-фантастике». И «Гарри Поттера». И «Гарри Поттера» ничего не характеризует. Вот мне иногда кажется, что авторы, которые пишут о героях, которые любят фэнтези-фантастику, они просто самое популярное вот как бы написали и даже не интересуются, что еще из фэнтези-фантастики можно любить. Рейнольдс. «Его черные паруса». Первая книга мне понравилась, но я не знаю, когда я продолжу дальше его читать. Я вообще у него прочитать хочу совершенно другое. «Эпоха сверхновая» у нас здесь Люци Синя, дальше у нас «Блуждающая звезда» Люци Синя и «Сломанные звезды» это сборник рассказов, в которые под редакцией Люци Синя две книги. А через две книги еще две книги, Катя, товарища Сенсома, я скупила, я купила его оптом, можно сказать честно. Я купила сразу четыре книги. Это «Горбун» его, его «Горбун», «Темный огонь», вот это «Седьмая чаша» и что-то там еще. Суверен. Да. По-моему, вышло еще две. Я остановила свое покупательское желание Сенсома сгребать, но надо же все-таки, вдруг мне цикл вообще не пойдет. Глен Кук «Дракон» никогда не спит. Не спит никогда. Я много раз честно признавалась, что у Глены Кука я могу с удовольствием читать только его «Черный отряд» и «Хроники Гаррета». И то я не уверена, что «Хроники Гаррета» мне при пересчитании такое же удовольствие принесут, как когда я их читала, когда мне было там 15-25. И вряд ли я у Кука что-то буду читать. Но почему-то я покупаю все книги его, которые выходят, и ставлю себе на полочку. «Чарльз Тросс» так и остался непрочитанным. Мне вот интересно, вышла у него вторая книга уже или нет. Я что-то даже не смотрела. По-моему, выходила. Его цикл вот этот называется «Прачечная». И меня именно название цикла привлекло и мне захотелось. Еще одна. «Джоу Уолтон». Это у нас уже «Клык и коготь». Это семейная сага о драконах. Вот именно этим меня и зацепило. Семейная сага о драконах, ребята. Стопочка, которую ты читала. Это все должно быть в прочитанном. Я не знаю, где только место найти для этих громадных томиков. «Тоннель». Еще одна книга из категории «Сложная и серьезная литература». Там совершенно какие-то непонятные есть тоже вставочки. Вот это еще игра с текстом. Вот это вот все. Катенькин, но совершенно прекрасен просто. Катенька, не стесняйся. Он у тебя богический. Ты же знаешь. В общем, вот этот метатекст, так, Катя, правильно это называется? Мы потом с тобой поговорим. Я искренне верила. Как и «Бесконечная шутка», я до сих пор верю, что когда-нибудь я возьму эти два произведения в руки, как и «Радуга тяготения». Еще одновременно будешь читать. Вот втроем. Параллельно буду их читать. Нет, мне очень интересно, Тоннель. Я люблю, когда авторы какие-то эксперименты делают с текстом. Это очень интересно. Отняла у Кати. Она прочитала «Перека». Ей не очень. Тебе же не очень, да, понравилось. Но это больше твоя литература. Вот. Я сказала, Катя, давай мне. Я у него... А я рассказывала вам про вещи? Да, рассказывала про вещи. Я прочитала. Там совершенно такая тоненькая книжечка. Буквально 130 страниц. Но мне очень понравилось. Это уже, по-моему, к полу приклеилось навечно, да? Ой, оторвала. Молодец. Это кулинарная книжка по сказкам. Кулинарная книжка по сказкам. Едим, как в сказке. И что мне в этой книге нравится, у нее не фотографии внутри, а иллюстрации. Так, что у нас тут? Совсем крошечки, ребят, уже остались. Скоро-скоро мы все это дело закончим. Новая луна Макдональда. Я читала новую луну году в 2017, наверное. Мне не понравилось. Я от книги избавилась. Потом я подумала и решила. Я очень люблю Ена Макдональдса, если что. Макдональда. Если, блин, господи, эти Макдональдсы. Я очень люблю его творчество. Поэтому я решила дать циклу еще один шанс. Чайна Мьевель и его шрам. Хотя я очень давно уже приняла решение с творчеством Мьевеля для себя закончить. У него классные миры, но у меня нет какого-то стабильного интереса. Шрам я держу на полках до сих пор, потому что там у нас действуют пираты. И я его не читала. На полках, которые мы не видим. На полках, которые мы не видим. Серия шедевры фэнтези. Как она называется? Я же правильно помню, что это шедевры. Вот у меня непрочитанные лежат только вот эта якса и танец марионеток. Я, честно говоря, даже не знаю, когда я их буду читать. Там у меня лежит Пауэлл. Вот он. Он такие совершенно прекрасные, красивые. Я не помню вообще ничего из аннотации, почему меня за это заинтересовало. Следующая я хотя бы помню. Вот «Скальций» я первый том еще и в этом цикле прочитала. И он меня зацепил. Мне понравилось. Поэтому я себе искупила продолжение. И вот еще. Наконец-то, ребята. Боже мой. Можно даже поаплодировать и похлопать. Очень хочу «Империю тишины» прочитать давно. Она лежит предпоследняя в стопке. Я не могла до нее добраться. Последний здесь у нас «Коды риса и соли», который тоже должен лежать уже давно в прочитанном. Но он вот был основанием, фундаментом стопочки. Что это у нас, божечки? Мари Брэннон. Катя читала обе эти книги. Я не помню. Мне вторая не очень понравилась. А я, скорее всего, наверное, их покупала. Потому что мне у нее нравится вот эта вот ее естественная история драконов. Последняя. Последняя. Сейчас, наверное, вы меня все в кадре увидите. Все видим полностью. Екатерина Евгеньевна. О, так вот. Ну вот скажите, ребят. Я вам его показываю. Уже, знаете, мне даже стыдно его показывать. Но сверху... Ой, подожди. Собор. Да, сверху лежит собор. Собор мы... Не-не-не. Собор мы никуда не отправляем. Мы его оставляем. Обязательно буду его читать. И вот надо себе признаться честно. Ну вот просто честно. От Резерфорда. Ну, ребят. Ну когда я это прочитаю? Красивая стоит. Как в 2016-м Париж был прочитан? Нет, я еще что-то про Ирландию читала. Так что нет. Про Ирландию было Париж. Нью-Йорк я у него прочитала. И книгу про Ирландию. Да я же умничка какая. Но вот это все стоит. Это все надо думать. Это все надо думать. Надо ли это мне или нет. Хотя у меня сердце кровью обливается, когда я смотрю на книги Резерфорда. Я нашла в себе силы сказать нет 48 книгам. Но если вдруг вам крайне интересно мое мнение на какую-то из этих книг, чтобы я ее попробовала прочитать в формате «Читаю 100 страниц и бросаю» и рассказала вообще, как оно мне, зачем, почему и так далее, то можете писать название. Я тогда этим книгам дам шанс. Как сказала Катя, ребят, масштаб катастрофы уменьшился. Теперь здесь три стопочки. Одна из которых это, вот это, это прочитанное. И то, что точно, 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 точно никуда не денется. Вот эти книги, вот эти. Сальваторе и Музгл. Стопка. Да вообще, в принципе, вся стопка. Как я не уговаривала свои книжные полки, они не согласились в какую-нибудь сторону расшириться, чтобы это все влезло. Но мы впихнули Умберта Эка. Да, мы много что впихнули. Много буду перебирать свои. Много буду. Еще буду я перебирать книжные полки свои. Надеюсь, местечко для них найдется. Ну и вот, что, получается, осталось из непрочитанного, что я точно, точно хочу читать. Это вот первая стопочка и вторая. Уже хорошо, что вот эта стопка, видите, опа, и она закончилась. Вот мы совершенно не в себе. Теперь последняя. И на голову мне, на диван ничего уже не прилетит. От этого мне радостно. Ребята, я надеюсь, что вам это видео понравилось. Нам это видео понравилось? Нам очень понравилось, но нам было сложно. Я ненавижу снимать видео о книжных полках, о книжных стопках, о книжных вообще каких-нибудь там переездах и перестановках. Для меня это само по себе занятие достаточно некомфортное. Когда ты это еще снимаешь, это куча заморочек и куча загвоздок и стопора какого-то по ходу дела. Но я надеюсь, что даже среди этих книг вы для себя нашли что-то интересное. Обязательно на этом мы будем заканчивать, ребята. Обязательно пишите, как часто вы занимаетесь книжными перестановками. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Котики, берегите себя и покупайте хорошие книги.